На этой неделе Вольск потрясло происшествие, участниками которого стали инспектор ДПС и экипаж скорой помощи. Он вез в районную больницу тяжелого больного. Полицейский остановил машину, водитель которой нарушил правила. В результате разбирательств было потеряно драгоценное время. Пациент до сих пор находится в реанимации. Утром 56-летнему Сергею, рассказывает его жена Елена, стало плохо, пришлось вызвать скорую. Медики решили срочно госпитализировать. Дом Елены и Сергея расположен на улице с односторонним движением Льва Толстого. До перекрестка с Коммунистической буквально несколько метров. Чтобы сэкономить время, водитель скорой поехал во встречном направлении. На углу стоял инспектор ДПС Роман Куклев. Врач скорой и фельдшер скорой была, и я. Все в один голос и водитель, конечно, говорили, что у нас тяжелый больной. Он не слушал, сказал, я арестовал машину, никуда не поедете. Дальше пришлось вызывать еще одну неотложку, перекладывать в нее мужчину прямо на улице и только тогда везти в больницу. Задержка была недолгой, около 15 минут, по словам жены Сергея. Но инфаркт, который впоследствии диагностировали у больного, как известно, требует быстроты реакции. Официальную позицию полицейских озвучила начальник штаба Вольского отдела МВД Татьяна Миндрова. По ее словам, результаты служебной проверки по этому случаю нарушений законности и служебной дисциплины в действиях Романа Куклева не выявили. Оценку этической стороны вопроса руководство МВД не дает. Однако в беседе с представителем правоохранительных органов выяснились интересные подробности. Со стороны улицы Льва Толстого, которая является односторонним движением, выехала скорая помощь без специальных сигналов и без включенных маячков. Что, естественно, привлекло внимание. Данный автомобиль был остановлен, и наш сотрудник просто начал выяснять причину. То есть в результате чего на вопрос, почему вы здесь проезжаете без включенных маячков и спецсигналов, водитель пояснил, что ему так удобнее. К тому же водитель скорой оказался без документов. Более того, утверждает начальник штаба, водитель отказался включить маячки и сирену и продолжить путь уже с ними. Руководство отдела настаивает на реальной опасности, исходившей от движущейся в противоположном от разрешенного направления движения автомобиля. О тяжелом состоянии пациента инспектору никто не сообщал, добавляет начальник штаба информацию, которая в корне расходится с той, что предоставила нам супруга больного Елена. Позицию третьей стороны медиков выяснить не удалось. Изначально руководство скорой помощи согласилось пообщаться с журналистами, но позже выйти на контакт с ними не получилось. Зато стало известно, что именно в это время в Вольск приезжал министр здравоохранения региона Алексей Данилов. Впоследствии исполняющий обязанности главврача скорой помощи Виктор Раевский ответил на телефонный звонок журналиста, но разговор оказался коротким. На большую занятость доктор отказался комментировать произошедшее. Ольга Кирсанова, Вадим Коголиченко, информационный центр «Вольская жизнь».